так друзья я показывал текст читал его для всех кто хочет увидеть или услышать это моя новая форма но так как я начал показывать вот этот фильм а он был снят пятнадцатом году и честно говоря вот эти 6900 просмотров они были 1 году а потом просто забыто забыто и все что я придумал я сейчас пусть будет продолжение этого фильма и давайте я его включаю и посмотрим мы с вами сибиряки переполнится гордостью вот этот самый зал лаборатории научного института а вот окончивший аспирантуру молодовиченый и посмотрим горжусь ли я в качестве лектора и может быть и секрет тут есть может и вам пригожусь и так я продолжаю дело в том что на данный момент я коротко скажу и пойдем дальше на смотрите вот тот персик укрывал то есть потом на этой съемке появится фотографии где они обмотаны обыкновенной тряпкой за эти полы моют вот ровно вот так вот и потом пищевой это тот был обмотан вот этот был обмотан а я специально вас угостил с этого знать почему потому что этого не может быть никогда его предыдущее поколение сожалению мертвы и почему ведь и сколько метров а мне саргисат 5 гектар я пенсионер а из ничего я что делаю я все приросты со всех серверов персиков первого второго поколения которые были уже есть фотографии мощный урожай все не укрывал сорок раз вот я их убил своими руками вырастил новое поколение да и теперь так коммерция сергеев надо а вдруг погибнет все было вот один там все не привиты то есть все не укрыты а здесь все-таки два было укрыто вот этот я оставлял как контрольный теперь это укрытый его тот его он торгаш он продает саженцы и вы уже членки резать а этот не укрытый убедились вот а еще фотографии есть доказательства и еще так как мне много недруга никто еще не помолву на том что я хоть раз обманул например обмотал а сказал что не обмотал пойдемте дальше в этом году они меньше намного мельче обычно так бывает не только потому что большой урожай в этом году все мельче если в том году у меня абрикосы были до 110 грамм в этом году самые весели ну 98 и зима виновата почему они такое впечатление у них есть связь с космосом я не знаю какая зима не только когда прошла но не знаю какая впереди будет и соответственно отдают или не дают семенной материал посмотрите вот это вот хорошие годы она конечно крупнее и производит больше впечатлений здесь каждый год до 10 лет здесь уже много виток было сломано и чем я обязан об этом случайно получается ну вот вы видите китайскую стрелу видели вот это остаток она обнаружил и как я культивировал найдали каждый год за 40 и каждый год урожая годится как подвое так вот на ней на ней название мы не знаем китайка мелкая непривитая уже мельче она и не бывает вот такая вот она является подвоем для вот этих расходств потом мы добавим сюда не фотографии когда вы увидите сумасшедшего рожая прекрасная фотография крупная сейчас она теперь что получается там еще и слива по интересу пойдемте дальше у меня есть так называемая муравьиная крепость если вы обратите внимание видите огороженный муравейник самый первый старший муравейник и карпевой да дальше муравейник и так по всему саду муравейник выглядит несовременно а то их муравейник уничтожать целая индустрия по вытяжению муравейник вот со современными ядами а я говорю из людей вынимать деньги вот и все это делается все наоборот дело в том что где муравейники там нет вот а каждая дырочка в листе это не вызывшая почка с принижением ростов теперь смотрите сюда я уже несколько роликов показывал преимущество кустовидной формы в чем она выражается я эти ветки не отрезал они отмерзли это у меня наиболее удачный клон то есть сувенир востока это прекрасный сок вот он да угощайтесь вы говорите что вы сторонний груб ничего сейчас вы полюбите и тут сувенир и там сувенир вот где-то сказывается по двой больше где-то меньше вот и получается раз здесь по двой сказался меньше морозостойкость была не та все-таки роскошная слива согласитесь вот раз морозостойкость не так не так у меня есть ролики где она два раза крупнее ну вот такой и получается что все-таки кустовидная форма ведь отмерзли но она жива на ней несколько ведер висела и сейчас она ведра два висит если придется вот и погнать там пока все пойдемте дальше ну хорошо раз вы любимец груш покажу груши кстати вот испытание видите еще одна неудачная я не буду срубать а я перепривью вот эти ветки на новые сорта мне много вот еще одна неудачная вы тоже вот вроде бы замечательная да а есть невозможно то есть она не устроится никак теперь знакомьтесь раз уж вы как ученый не то что любите грушу работайте с грушами пожалуйста вот это перед вами нарядная фимова немножко уже естественно урожай был сумасшедший поэтому его никак собрать не удалось весь один год был признан лучший сорт нет еще не успел использовать с этого момента с этого момента она подрела всего неделю назад это ее недостаток это нарядная фимова в один из готовых международной выставки была признана лучшим сортом косовое качество но и моя коллекция не лучше осенние яковлева так она немножко не дозрела но чтобы вы имели впечатление а я косовое качество просто вот она чисто сладкий тут не придерешься пропускает в этом году урожай у меня сорт из бельгии лесная красавица не смогу вас угостить так и что приехали спасибо что сами упомянули фамилию великого байкала непризнанного гения к сожалению признанного полузабытого о чем мы сейчас с вами говорили дело в том что это не означает держу да здесь плоды где-то грамм 90 но три года назад то есть два года назад были за 100 есть фотографии вместе с электронными весами я это подчеркиваю не для того чтобы сказать вот я какой вот я всю жизнь буду вторым по допустим за я говорю из любителей я про все равно у вас это свое дорого у нас вот и я уже в который раз да может быть я то даже вас упредел примерно фазенди еще 10 лет назад газете красавица наш любимый писал о том что невозможно с помощью семенного разложения сохранить сортовое качество и что через десять лет байкаутские сорта уйдут не быть ее прошло десять лет сейчас не я а вы сказали следующее из ваших уст прозвучало почему мы подошли сюда что да нужно сохранять прививками но для этого нужно иметь специально подвое и у меня большое сомнение что успеют ли байкаловские сорта сохраниться пока ну вот этот вот период перехода на такие подвое чтобы сохранить климат раскачивать завершился значит вот как мой путь раз что приехали вы смотрите сюда свое время мне просто повезло видите вот это вот сюда на вот обнять его я не смогу да и пытаться не буду ему 31 год это мой ветеран вот и что получилось этот ветеран а уже немножко я заикнулся про секс между деревьями может это звучит ульгарно но по-моему раз наука этот путь и не бежать на меня но ваши товарищи старшие в русске фамилии не буду называть вот с этими погонами с генеральскими сказали что это невозможно да вот вы можете иметь свое мнение допустим соглашаться со мной можете нейтральное мнение может быть это самое я специально вам этот вопрос не задаю чтобы вас не подставить я просто хочу сказать что вот эти деревья живут очень близко абрикос монетоба европа абрикос королевский европа так тут же у нас амур дальний восток серафим дальний восток чуть дальше вот дар небес опять европа вот принято кстати считать что в сибири европейцы взяты отношения действительно большинство наших вот им подтвердитов что большинство сантовсов просто все что мы с ним обнаружили тут не у себя а округе все это дальний восток амур серафим академик их производная а знаете сколько их у нас уже сотни сорта образцов народ же не это берет с костики раз помельче растет помельче но не замерзает а иногда и не помельче а иногда не хуже а у него же еще и папа есть а папа могут культурный вот так вот получилось тут этот абрикос родоначальник оброс своими детьми ну какими детьми вегетативными все мои абрикосы привиты на и воде этих самых косточки взяты с него что получилось гарантированная родственная связь гарантированы тут и по мичурину потому что допустим насыщение ментора это его термин это его практика да тут же по железу насыщение ментора этот перенос первого поколения 2 брать не все время с одного дерева с первого на второго потом со второго на третье но все время дети с одного дерева и получается морозович не теряем а родня все ближе 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 и вот тут случилось чудо которое невиданное и я собственно за этого я рад вас самый встречу сказать вашем присутствии что вот эти вот плоды которые полтора раза крупнее чем они должны быть по теории по справочникам да это означает так раскрываются некоторые качества плодов и такие же крупных у меня не было они вдруг вот или например не было алых ярко-красных они вдруг у них есть дедушки бабушки у них есть генная память они же все настолько далеки если он по легендам джижения как не броски рассказывают это дальний восток джижения это была народность как элины для нас древняя греция до сверх культура так и там и у них уже были такие абрикос а потом одичание почему войны разрухи пожары внесторжения и там же а мы начали с его пущу сюда перетягивать а у них же там где-то где на памяти заложенные качества которые потеряны были зачем идут себе идут идут там с украина польша потом это нищеноземья москва потом урал потом все сюда вот наконец мы чуть ли не последний в турцию на магитане которые все это видели понимаем почему объясняют за нас двоих значит где-то жесткие условия и вот эти вот культурное качество или дерево гибнет или слегка дича или сильно дича и получилось что где-то у них памяти там в латентном состоянии там это самое гены которая не доминантная на бороться рецессивно они есть они есть но им нужно создать особо услуги и вот мне удалось на примере абрикосов слив я беру сарту агруш до черешин до персиков и через и не украли пешки никого на не череша и деревья фотографии могу пришпилить к этому к этой съемке складами деревья предчувствуют будущее я считал как вот прошлом прошла лютая зима да потеряли урожай ну там цветы замерзли много чего еще что предчувствие лютой зимы может дать такой урожай предчувствие что повторить потом как можно это гуще а тут нет оказывается другое откуда-то деревья знали абрикос там все что впереди будет 2 зима 1 просто не 40 градусов 30 38 градусов а другая вообще как на украине последний это не зима была сказка и вот что получилось у них раскрылись новое качество и теперь я хожу не узнаю а теперь самое главное зачем это говорю надо организовать конференцию конференцию нашу назовем ее восточно-сибирскую может быть плоди иркутска там тоже пытаются абрикосы вырастут очень удачно так и на этой конференции собрать всех и дать мне возможность выступить с таким докладом чтобы я предъявил бы сотни фотографий все наблюдения уникальный материал он настолько уникален и добротен что никто просмотрел не скажет что это что-то выдумал что-то придумал вот и специально говорю турсунду скобилов он никогда не боялся признать что он мы это сам потому что ко мне многие плохо относится он стал мой друг вот и как сказать подтвердить может каждому слово нужна конференция я просто воспользовалась чтобы походить по саду рассказать вот о таких проблемах о том что это дерево может стать родоначальником вообще всего абрикосов создаваться сибири именно это дерево в этом году слабый был урожай шесть месяцев видов но ведь оно не сказать назад три сведера давал вы знаете сколько плодов десятки тысяч девяти косточек его дети мне дали примерно 50 тысяч косточек его дети дебридом жизни у меня лежит 50 тысяч косточек кому они нужны для чего а я жду чудо то есть с вами поговорил с ними нужна конференция на нас обрушился рак я бы рак самой страшной форме рак не лечится деревья если раньше рак наши деревни сажал года с 20 медленно но они успевали дать 10-15 урожая они даже не сразу погибали они могли быть покрыты раковыми этими самыми язвами и тем не менее продолжать и не заражали соседние деревья пришел импортный рак догадываюсь что пришел вместе с привозными саженцами вот догадываюсь как не утверждаю то вы делал грудной анализ кто бы делал листохимию никто вот и я хочу чтобы эта конференция была чтоб я там показал десятка 100 фотографий я сейчас вам покажу вот что это проблема из проблем что это пройдет еще если не остановить эта эпидемия дичайшая один слежу я сосед видит у соседа началось у нас на том берегу пришло на этот берег мне еще слава богу нет но по другой причине скажу секрет почему у меня нет по соседним сейчас пойдем видеть уже ролики сняты толку нету почему нужно чтобы была конференция чтобы это было заявлено громко чтобы это было озадачены все администрация городов чтобы выгнали этих самых приезжих саженцами чтобы только свои покупали у местных вот это администрация городов чтобы это самое я покажу несколько приемов смертельных это касается обрезки что была широкая пропаганда типа как у меня есть ролик называется руки просят деревья а чё толку ну посмотрел две тысячи а у нас же их тут миллионы вот и вот это тоже и извините за мою эту спич значит я просто надеюсь что когда-то когда-то и увидят не только так сказать наш уровень но и там на самом верху сейчас мы с вами пойдем почему я сказал что по соседям вынуждены ходить потому что мы там увидим и много интересного и полезного и к сожалению вот эти вот мрачные картинки пойдемте находимся за забором но как вы знали полностью этот сад посажен моими руками он особый он контрольная он называет науки есть понятие как контрольная грязь да там на стол контрольный есть так вот получилось так что когда я садил они мне полсотки уступили почти сотку а я за это обещал сад посадить я посадил плодоносит я у полилкой посадки и все а дальше соседям было не надо они не поливали я еще строили несколько раз палил за забором ближние потом махнул рукой говорю да не надо вами не надо не поливать сад выжил сад плодоносит я буду знакомить с хорошим плохим то есть хорошим я что скажу дело в том что вернее плохое его потом объели козы но видите какой прочный дело в том что низ это уссурийская груша вверх это груша среднерусская она тоже относится к самым сладким самым сладким так для дона поздно она осенняя как камень сейчас я вас не угощаю все и вот оно самое прекрасное дерево получилось это европа европейская часть россии она там считается морозостойка а еще на уссурийском подвое но вот тут его объели козы вот было спилено и я вынужден выразить сожаление что когда из нее лезут лезут вот эти очки так я плеваю очень низко видите это культурная культурная вот то их к сожалению принято уничтожать это вообще принято я все время говорю растет смена вот это старый они довольно сильно были покалечены сильно вы сами видите вот поэтому деревья чувствуют что им недолго жить осталось до плодоносит на каждый год прекрасно пустырь какие выражать туда если направить ее это каждый год это еще маленький урожай это не урожай ну сожалению вот эти очки принято уничтожать я просто предупреждаю видите волчок это сигнал что кроны собираются погибать это я не вам говорю вы ученые я как бы говорю тем кто нас увидит из простых садов пойдемте дальше я бы не жигулевская я называю король сада король сада как жигулевская женского рода морского среднего вот она тоже себя хорошо сибири показала требует прямо прямо просится раздражали вот хороша и сразу чтобы у нас круг получился вот назад мы стояли возле еще живого дерева я покажу как началось вот такой рамки когда взяли ненужную отрезали вверх пошла и пошла отгнивание выше выше одна из двух веток больших потом ее отрезали и наконец остался пень это не умеренный ненужный обрезок когда отругал этого хозяина почему садил то я мне обидно просто было обидно но не хозяина вот ему это мешало видите вот еще одно дерево все готово сумирать это тот самый манжорский гибридный обрекот посреди какой листал благородный папа не здесь вот и ну я бы сказал это уже вполне приличное дерево которое нуждается именно такие деревья почти из сибири сильно уж роскошными назовешь ну хотя бы такие ну вот и посадил я два таких дерева ну второе подлежит уничтожению интересный случай не знаю торсун курсе вы или нет знаете ли вы чернобаева не помню вот он мой один из моих лучших друзей его сад является дублером моего сада контроль мало ли что у него погибнет меня возьмет меня повезет у него то есть два сада почти близнеца единственная разница заключалась в том что он а портал матинский лично привез фанаты так а я достал усового этого дайкова и вот как что такое влияние по 2 каким путями разными или мы шли это той же теме о том что хороший по двое решает успех дело то есть от тыла зависит как бы это атакующие части сытые накормлены так и тут как и накормить подвой такой привык будет и что получилось интересный момент значит у меня яблочки самые крупные были вот такие вот такие а у него еще два раза крупнее этого и он называет аппортом и я называю аппортом он приезжает ко мне и говорит а вот там детство виднее вот а у меня порта он устроен байкова байкова такой авторитет а у нее это стал выше вы думаете идут годы пусть он теперь скажет что это не опор то есть чем скажем последующим поколением как чем больше это если скажу одну вещь которую я к сожалению в литературе не стал ни разу понятие морозостойкости считается абсолютно вот как его определили я не знаю тонкости технологии она как-то перед нами любить не раскрывается но будто бы существует морозе специальные морозильные камеры по определению морозостойкости то есть берут веточку раз туда заморозили и какой-то момент решили что у этого допустим 32 у этого 28 у этого 35 у этого 40 вот будто бы существует такая технология то есть только это я прочитал но без раскрытия вот это вот а и мои многолетние наблюдения показали что даже цифры приведенной справочника неправильные все занижены как если брать семенное размножение сильно большой разброс вот две косточки и рядом вот отсюда и отсюда важны разного стойкости чтобы стал скорей да теперь даже правильно теперь возьмем прививки от подвоев зависит а по 2 опять две косточки разного опять разная морозостойкость также вот получается абсолютно мы остановить и не можем остается относительно от чего она зависит от биологической совместимости через там 25 лет отступил себя в лоб то есть я делал 100 прививок помните я говорю 20 пошло 100 нет почему они это самое то даже еще и зимы то не было она уже мертвая отчасти может после зимы еще погибнуть отчасти не заметил ее и вот у меня в данном случае постепенно постепенно поколение за поколение геологическая совместимость у меня же 500 привитых вырастил деревьев после зимы 20 2001 2000 2000-2001 года из 500 400 мертвых было вот там на острове когда я большой сад разводил промышлен жигулевские не пострадали северный штаб они пострадали аборты вот она алмата 400 мертвых а теперь уже бы не замерзли почему я вырастил сегодня с поколений и тут не то что допустим привил 10 все 10 пошли после страшной зимы 9 то уж точно дойдет об отношении вот пример и что интересно чем лучше они себя чувствовали на сибирских подвоях с поколением подчеркиваем настроение ветра это перенос это не то что там опять привил опять привил значит это перенос снова поколение спасли буквально одно двухлетний на третье потом с третьего на стерка и а по 2 один и тот же как он смысле это одно из условий семнадцатого дерева это вам открытие и получилось так что морозостойки стадо доходит до предела его чудо минус 40 персики живы минус 40 100 граммовые сливы живы вот турсон у меня один раз был у меня фотографии где-то остались еще мыльницы сделаны в интернете нет мы лицах мы стояли возле слив трехлетний с 2001 год вот уж сильно пострадали от мороза и и плоды персики вот такие оказались но живы были знаете даже цветочные почки не замерзли не укрыт вот я все это отношу к тому что из года в год скажу нового поколения стоит галлическая несовместимость устраняется устраняется вот возможно подвое теряет моностойки здесь за его влияние возможно но уже не уничтожает привой и тогда оказывается что если по справочнику там сорт груш 32 а здесь 40 там 28 персик а здесь 40 так мы в одном из моих соседей так друзья закончилась закончится 30 минута это значит что сейчас отключится видеокамера на прощание еще расскажу ставьте лайки если от этого что-то зависит вот надеюсь что вы не зря провели эти полчаса вместе со мной вместе с учеными до свидания друзья до новой встречи мы еще увидимся сотни раз вот огромный архив будем его постепенно осваивать да кстати то что вы сегодня видели это нобелевская премия но как-то понимаете из года в год а мне уже 71 не забывает не вручить вот причем вся академия наук если бы вместо того чтобы выступить со счетой дальше уже летать на улице время она бы вся застрелилась бы только на этом заканчиваю друзья вот так уж получается не навсегда